ВОЛД СКИЛЛС ВОЛД СКИЛЛС Вот буквально 20 октября завершился внутриучрежденческий этап, в котором приняло участие 41 учреждение, порядка 3000 студентов. Следом у нас пройдут отборочные соревнования по наиболее массовым компетенциям. Это эксплуатация сельхозмашин, ремонт автомобилей, это сварщики и повара. И 27 ноября у нас будет региональный чемпионат. А вот WorldSkills это все-таки мировое движение, а стремятся ли туда попасть наши, то алтайские ребята? Очень популярно на самом деле данное конкурсное движение, ну если отойти от риторики WorldSkills, то это движение молодые профессионалы, безусловно, каждому хочется показать свои умения, что он может делать руками, так называемый HardSkills, Это мы сейчас про алтай говорим, да? Поэтому активность очень высокая участников, и об этом даже говорит рост числа компетенций, если в 2016 году мы стартовали с 17, ну направлений или компетенций, принято компетенцией, то в этом году соревнования пройдут уже по 27 Ничего себе, ничего себе, а вот можно поподробнее, по каким именно компетенциям пройдут? Ну практически все направления, начиная от сферы услуг до промышленности и сельского хозяйства, все это будет закрыто, ну например и строительный блок, это каменщики, это сухое строительство и штукатурно-малярные работы, повара, кондитеры, сварщики, ветеринары, эксплуатация сельхозмашин, фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, в принципе спектр очень широк Можете рассказать особенности чемпионата этого года, вот чем он отличается от тех-то предыдущих? Да, в этом году мы впервые работаем в формате открытого чемпионата, то есть мы приглашаем на территорию Алтайского края студентов из других, из соседних территорий, в принципе со всей страны Да, у нас уже есть заявки на самом деле на ряд компетенций, желают присоединиться к нам другие колледжи Расскажите, пожалуйста, какие регионы, вот какие к нам стремятся? В соседней территории, да, у нас регулярный обмен Кемерово, Новосибирск, Томск, территории СФО, из центральной полосы России есть заявки по дошкольникам, по дошкольному образованию, да, и начальным классам, как ни странно В общем-то пытаются поучаствовать как можно больше, как можно большее количество площадок охватить перед национальным чемпионатом, чтобы набраться мастерства А вот действительно, хорошо, вот победил я на региональном этапе, что дальше, какие перспективы-то открываются? Дальше будут еще отборочные на право участия в национальном чемпионате, ну как бы полуфинал, так мы его косвенно называем Не все, конечно, выдерживают Региональные, назовем отборочные Да-да-да Далее уже национальные, непосредственно, которые у нас пройдет в Казани в мае месяце В мае месяце Да-да-да А мировой? А мировой в Казани пройдет в сентябре Тоже в Казани? Тоже в Казани А почему так выбрали вот именно этот город? Ну, площадка Казани готовилась к мировому чемпионату, поэтому, наверное, логично, что и национальное первенство пройдет именно в Казани После того, как Алтайский край присоединился к мировому рабочему движению, удалось ли внедрить на практике вот те самые какие-то передовые мировые профессиональные стандарты? На самом деле мы работаем в тесном взаимодействии с работодателями, с компаниями, партнерами Они буквально с площадок горячие пирожки разбирают наших студентов, которые показали уже свое профессиональное мастерство как на стажировке, на практике, так и уже на работу В дальнейшем труда устраиваются, ребята, очень неплохо Есть у нас очень достойная история Это студент Алтайского архитектурно-строительного колледжа Андрей Иванов, который попал в национальную сборную Да, и буквально недавно он вернулся уже с тренировочного полигона национальной сборной, где учился новым каким-то способностям, навыкам А расскажите поподробнее, какая у него компетенция была? Каменщик Каменщик, да Он очень хорошо проявил себя на национальном чемпионате, завоевал медаль за профессионализм и был приглашен в состав национальной сборной Теперь ему предстоит очень трудное время подготовки к мировому чемпионату А что нужно, чтобы выиграть мировой чемпионат? Там тоже уровень, насколько я понимаю, побольше все-таки Она у нас на самом деле в Абу-Даби на мировом чемпионате завоевала очень много медалей, заняла первое место И вот буквально в Будапеште мы также, наша сборная тоже самая заняла первое место В общем-то, что нужно? Нужно умение, стремление Ну и на самом деле профессиональные образовательные организации сейчас очень серьезным образом переоснащаются современным оборудованием Иногда оборудование на наших площадках на порядок уже лучше, чем у предприятий-партнеров Через три недели стартует WorldSkills Совершенно верно Спасибо, спасибо вам большое А я напоминаю, это была программа «Наше время» До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин